Я включен. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу книгу Ворота Чувара в Куке. У нас восьмая глава и мы подошли к девятому абзацу. Сегодня абзацы будут говорить про печаль, про грусть связанную с грехом и с чего? Полминуты, с вашим позволением. Как всегда, Раф постарается их подсластить. Но давайте перейдем сразу к тексту. Посмотрим, как сегодня у меня один экран. Как у нас получится сделать шар? Ну, все вроде в порядке, да? Всем видно хорошо? Видно. Отлично. Значит, секундочку. Восемь мы закончили в прошлый раз, правильно? Да. Или нет? Нет. Нет. Восемь нет. Значит, восемь начинается. Отлично. Хорошо. 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 Итак. Когда... Когда... А! Я... Секундочку. А, так, это моя ошибка, давайте её прямо сейчас исправим. Я неправильно пронумеровал, это уже девятый отрывок, а не восьмой, но сейчас мы это быстренько исправим. Давайте попробуем ещё раз сделать шер. Потому что восьмой таки мы, да, выучили в прошлый раз, но действительно, нахама права мы вот этот отрывок не учили, а мы просто девятый. Когда думающий уединяется, проявляется, выходит наружу его внутренняя духовная сила. И чувствует он всеизвенность своей души, которая причины ей, не подавающими делами и качествами. Тогда он испытывает глубокое страдание, и духовый ищет возможности, как исправить искажение. Как исправить это миуват, искаженное, 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 искаженное. Интересно, вот в других местах, в нашей же книге, Раф пишет, что похожее происходит так же, когда человек начинает приближаться к святости, прилепляться к Богу. Но Бог, видимо, это похожие вещи. Нужно уединиться, нужно подумать. И тогда, как бы, то есть что мы видим, человек, первое, первый этап продвижения вперед, это неудовлетворение. Собой, делами, почему? Именно потому, что человек продвинулся, и то место, где он был, его продвинутого уже не удовлетворяет. Он продвинулся, стало больше света божественного. Стало ему яснее, что происходит. Есть продвижение вперед, есть движение вперед. Выходит наружу его внутренняя духовная сила. То, что было спрятано, проявляется. И тогда чувствует он изъяность своей души, которые причинены неподобающими делами и качествами. А почему до того он этого не чувствовал? Потому что до того он не продвинулся. А ощущение изъянов души не происходит просто так с двух сторон. Человек, нормальный, здоровый, собой доволен. Человек... Человек недоволен собой... Опять-таки, здоровый человек. Мне говорят про человека, который болеет тем, что он собой недоволен. Здоровый, нормальный человек, который собой доволен, вдруг недоволен собой. Это не просто. Это из-за того, что он продвинулся вперед. Когда думающий уединяется, выходит наружу его внутренняя духовная сила. То, что было спрятано, проявляется. Сделали шаг вперед. То есть, это вот грусть, эти изъяны, которые он чувствует, и раньше он не чувствовал. Изъяны были, но он их не чувствовал. То, что он их чувствует теперь, это знак того, что он продвинулся вперед. Но, верный спутник продвижения вперед, на первом этапе, это не удовлетворение. Почему? Потому что все изъяны становятся выпуклыми. Они проявляются, они сразу ощущаются. Человек более остро, более резко чувствует собственные изъяны из-за своих действий, из-за своих нехороших качеств. Тогда он испытывает глубокое страдания. И дух его ищет возможности, как исправить искажения. Соответственно, нехорошие вещи выступают сильнее, четче, именно из-за моего продвижения вперед. И мы переходим к следующему этапу, очень важному. То есть не нужно оставаться постоянно вот в этой грусти. Это испытывает духовное глубокое страдание. И вектор наш начинается быть на исправление. Хорошо, но это плохо. Будем теперь, кстати, долго плакать? Нет. Будем испытывать страдания? Да. Но с тем, чтобы это страдание, нужно повернуть в русло исправления. Не просто так сидеть, часы и видеть слезы. Дух его ищет возможности, как исправить искажения. Хорошо. Здесь есть переход урава, который мне понятия не до конца. Попытаемся прочитать и понять вместе. Если у меня не получится, вдруг вы мне поможете. Я абсолютно серьезно. Когда же внутреннее страдание проявляется со всей силой? Когда внешняя ситуация ненадежна, как во время потрясений и бедствий? Тогда внутренняя чувствительность не так крепка. И все-таки, даже тогда, можно достичь своей высшей точки. И быть чува, вследствие страданий, тоже чува. Давайте попробуем объяснить это так. У нас есть две пути, два пути сделать шоу. По-хорошему и через пятую точку. По-хорошему это, видимо, первая дорога, которую предлагает прав. Давайте обидеть. Давайте уединимся. Давайте подумаем. Давайте проанализируем, как мы себя ведем. Соответственно, будет у нас страдание внутреннее. Будет неудовлетворенность сделана. И будет поиск, как исправить. Есть по-другому. Когда внутреннее страдание проявляется со всей силой. Теперь внутреннее это страдание, которое проявляется, я это попробую перевести так. Это не осознанное страдание. Это не то, что мы ощущаем. Обратите внимание. Мы начали с того, когда думающий уединяется, выходит наружу его внутренняя духовная сила. И чувствует он изъявность своей души и так далее. То есть, это его внутренняя духовная. То есть, что-то проявляется, что было внутри. Когда же внутренняя страда проявляется со всей силой. Так, внутренняя, что такое внутренняя, что мы его не чувствуем. Он это какое-то подсознательное. Это не что-то, что на поверхности. И как это проявляется? Когда это тогда выходит наружу? Во времена, когда общая ситуация, она неустойчивая. Во время бедствий, во время, когда внешняя ситуация, она плохая. И человек, который себя чувствует очень неуверенно, плохо. Тогда внутренняя чувствительность не так крепка. Мой работерав имеет в виду, что в это время сложно идти первой дорогой. Сложно думать, сложно уединиться. Для этого нужно какое-то спокойствие. Спокойствие, когда есть какие-то, не знаю, там, меняют страну жизни. Есть какие-то потрясения во внешней жизни. Сложно как-то к этому относиться. Сложно достичь такого душерного покоя, умиротворения, которое даст нам возможность уединиться и подумать про себя. Но, эта ситуация, которая нехорошая внешне, она тоже нас сильно дергает к шве. Как вот даже любят, там, это самое, да, издеваться. Ну, не то, что издеваться, ну, так, подначили, да, вот, а, ты религиозным стал, значит, у тебя сейчас, самое, темная полоса в жизни, да? Не обязательно. Вот, как Крафт пишет, можно абсолютно необязательно ждать, дожидаться темной полосы жизни, чтобы начать думать, а что я делаю правильно, а что я делаю. Но, тем не менее, это тоже, дорога, она тоже работает. И все-таки, даже тогда, может, надо достичь своей высшей точки, что это чувак. Но, это все равно хуже, ибо чувак вследствие страданий тоже чувак. То есть, если мы вернулись в чуве, в чуву из-за каких-то внешних неприятностей, тем не менее, это чувак. То есть, все наоборот. Даже этот чувак, то есть, этот чувак хуже, лучше, и с точки зрения качества чувэ, и нам приятнее, когда мы возвращаемся к чуве без помощи внешних страданий. Но, тем не менее, возврат, что я с помощью внешних страданий, мы тоже не будем выбрасывать и отрицать. Мы все берем с собой. Все, что хорошее, все идет. Тем не менее, я хочу признать, что вот этот переход с первой части ко второй у меня сложен в этом открытии. Я не до конца его понимаю в общем, я не до конца понимаю, как вот у нас части связаны, и как этот абзац, он единое целое. У меня немножко здесь сложно. Поэтому, давайте я остановлюсь, и вы мне поможете. Хорошо? Линк я бросил в чат, и я сейчас тоже на фейсбуке, если виден уже этот самый шедур, то тоже можно прицепить. Да, пожалуйста. Кто что-то хочет сказать по поводу выученного отрывка? Натан, можно я начну? Я не очень понимаю вообще, как бы, что-то логику повествования. Смотри, когда же внутреннее страдание проявляется со всей силой? Тут, вероятно, вопрос или что? Это то самое предложение, которое я тоже не очень понимаю. Потому что, я так думаю, что внутреннее страдание, а дальше, когда внешняя ситуация ненадежна, внешняя ситуация, я так думаю, что это не обязательно, ну, допустим, там, не знаю, там, в стране или там, в обществе, а, наверное, внешнее, как, может быть, материальное, там, я не знаю, у тебя там есть нечего, да? Грубо говоря. Тогда внутренняя чувствительность не так крепка. Вот это я вообще ничего-то никак не пойму, как. Короче, ждем хаму. Нет, 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 я тоже этого плохо понимаю. Я начал как-то импровизировать, и тогда, окей, что такое внутренняя чувствительность? Так крепка, я это связал с началом. Когда человек думает и уединяется. и когда внутренняя духовная сила в его душе раскрывается а нет внутренняя духовная сила, может быть это похоже, но я не пойму суть вообще вот именно эта часть которая мне тоже в этом абзаце плохо понятна, и я с вами согласен но ты говоришь связать а я не пойму, что значит внутренняя чувствительность не так крепка это что значит, я не знаю как честно говоря иметь или на пунктах не знаю то есть в смысле что ты более чувствитель нет, я имею ввиду что это значит, что ты более чувствитель или наоборот менее или что не хама помогайте я думаю человек немножко теряет свое внутреннее четкое ощущение что правильно, что неправильно куда нужно идти куда не нужно идти он немножко запутанно чуть-чуть он такой не очень четкий такое у меня ощущение что как бы вот его внутреннее ощущение вот я здесь вот это правильно вот это неправильно и я точно знаю как оно немножко размыто у меня такое ощущение и это безусловно особенно когда какая-то внешняя внешняя проблема есть действительно какой-то там балаган снаружи то он влияет и на вот то есть вот это вот внутреннее четкое чувство где я и кто я и как правильно оно остается но ему сложнее проявиться еще раз ну да я с тобой согласна мне тоже так кажется что вот после этого и все-таки даже тогда это как противопоставление то есть когда у тебя какие-то бедствия да ну такие грубо говоря материальные то ты о своем внутреннем состоянии забываешь которое вот если в первую часть перейти помогает тебе как раз ну приблизиться к шуве да там испытать какое-то да и тем не менее исправить искажения и так далее да и он говорит что даже через вероятно материальные вот эти ну будем так называть бедствия можно все равно вследствие этого можно совершить шуву да именно так да хорошо если у кого-то будут какие-то еще ну идеи я рад потому что я честно не до конца у меня есть идея у меня есть небольшая идейка значит я так думаю вот смотрите внутренние страдания да и глубинные буквально в следующем предложении глубинные страдания да глубокие страдания которые выходят наружу я бы вот на этом на этом на самом деле зацепилась и можно целиком процесс собственно прям вот он целый процесс все это нарисовывается то есть сначала человек начинает страдать укорять себя вспоминать прошлое ну короче попадает в депрессию потом он становится практически заразным и вокруг него начинает все сыпаться болеют там родственники там я не знаю ну вот какие-то неприятности начинают сыпаться и тогда от себя естественно но поскольку он уже переварил свои проблемы какой он там вот за этот период уединения естественно это отходит на задний план он занимается внешними какими-то вещами и пока он ими занимается он понимает что пока я не перестану заниматься фигней это так и будет продолжаться то есть мне надо отказаться от чего-то там почему я все время к этому возвращаюсь с этим надо закончить это уже невозможно это уже родные заболели а я все никак вот грубо говоря я бы вот этот процесс так воедино собрала хорошо хорошо спасибо отлично с вашего позволения давайте продвинемся вперед следующий отрывок десятый я думаю всем понравится раб обратил интересное внимание на у нас абзац из одного предложения и двух строчек внутреннее страдание от чувы великая тема для певцов скорби пробудить свои лиры и для трагических художников проявить свои способности все читая раба я понимаю еще раз и еще раз что внутреннее когда мы говорим внутреннее имеется ввиду что такое не осознаваемое не осознаваемое какое-то подсознание надсознание но что-то что четко не осознается Это внутреннее, насколько я понимаю, неосознаваемое страдание Чувы, это оказывается великая тема, великий материал Хомер, из которого они творят для певцов скорби пробудить свои лиры и для трагических художников проявить свои способности. Мы знаем, что великие, талантливые люди очень часто именно более ранимые, они более тонко чувствуют все, что происходит, соответственно, они гораздо более чувствительны к боли и, соответственно, могут ее описать, и это становится часто именно темой для их творчества. Потому что Рао говорит нам здесь, что очень часто происходит, что неосознаваемая грусть, печаль, может быть, даже депрессия вот таких вот творцов, ее корень внутренний, да, это страдание Чувы, это страдание Чувы. Соответственно, если это переварить правильно, то это страдание можно обратить и в что-то более оптимистичное, как делать Рао. Для этого нужно понимание, что корень внутреннего нехорошего вот именно страдания – это корень положительный, это связано с Чувой, соответственно, это страдание лечит, а не только страдание само по себе. – А вы как думаете? – Мне, Натан, например, извините, мне, например, когда грустно, мне очень хочется написать книгу, чтобы люди так больше не делали. Скажем, вот так. Может быть, написать это когда-нибудь. Ну, вот что-то сродни, мне кажется. Люди выплескивают вот этот негатив наружу, чтобы люди посмотрели и чтобы с ними такого не случилось, чтобы это осталось там, вот в этом творчестве. Наверное, что-то сродни с этим. – Здрасте, Нихамов. Вас тут звали на помощь на прошлый абзац. Ну, вы не пришли. Ладно. Спасибо большое, Виктория. Отлично. Давайте тогда перейдем дальше. Перейдем дальше, перейдем дальше. Итак. Грехи, они есть суть печали. Этараф говорит здесь. Этараф говорит в другом месте в нашей книге тоже. Когда он говорит, что любая грусть, любое, которое… Что любая грусть, любая, как бы, такая вот, печаль, депрессия, у нее корень в грехе. Но там, когда мы учили, там Раф сразу себя ограничивает, что грехи могут быть мои, а могут быть и не мои. Могут быть грехи народа, это могут быть грехи человечества, это может быть грех первого человека. Мы это перевели на наш язык тем, что это, в общем-то, несовершенство мира, которое вокруг. Это может быть из-за несовершенства меня, а может быть из-за несовершенства мира, которое вокруг. От второго я не отвечаю, за второй я не отвечаю, по крайней мере, напрямую. Поэтому обвинять себя и других, да, для депрессии, поэтому ты согрешил, это не то, что рабочее. Но, тем не менее, мы не противоречим, мы подтверждаем общий тезис. Грехи, они суть печаль. У печали, у грусти, внутренняя ее суть, это грех. И наоборот. Только что сейчас Раф нам будет выбивать клин клином. Если грехи, а не суть печаль, то человек, который грешит, он сам по себе недалек от депрессии, от печали, от грусти. Даже если наружу он может быть очень довольным и веселым. Давайте продвинемся по тексту. И когда душа очищается, она чувствует сущность грехов. И когда печаль тшувы охватывает ее, и пылает немучительный огонь раскаяния и стыда и ужасающего страха, и тем самым она очищается от примесей. И сможет после того, как пройдет потрясение, вернуться к своей нерушимости, восстановить свою защищенность и уважение к себе. Здесь нужно обратить внимание. Есть печаль и есть печаль. Есть печаль грехов и есть печаль тшувы. И мне кажется, здесь это не одно и то же. Первая печаль, она отрицательна. А вторая, она положительна. И когда душа очищается, она чувствует сущность грехов. Она прикасается, то есть, когда душа не очищается, она не чувствует сущность грехов. Чувствует, видимо, но не настолько ясно, не настолько прямо. То есть, это выходит, опять-таки, вылезает через всякие силы, через подсознание. Эта печаль, что называется, потихонечку вылазит наружу в нехороших, но непрямых проявлениях. И мы не связываем это напрямую никак. Тогда же происходит процесс тшувы. Мы занимаемся грехами напрямую. Что называется, как это, голыми руками выхватываем из огня эти самые угли. Соответственно, эта вот суть печаль грехов резко проявляется. Но сейчас она проявляется под управляемым процессом и положительным процессом. И тогда печаль тшувы охватывает ее, это уже не печаль грехов. Это печаль тшувы, это принципиально по-другому. И пылает в ней мучительный огонь раскаяния и стыда и ужасающего страха. Но сейчас это хорошо. И если мы не пройдем через тшуву со всеми этими отрицательными ее проявлениями, болезненными и неприятными, мучительный огонь раскаяния, стыд, ужасающего страха, мы не избавимся от этих проявлений. Не от огня раскаяния, не от стыда, не от страха. Только это будет проявляться через подсознание, вылазить все равно наружу очень не по-хорошему и постоянно. Так это не проработанное, наявритесь такое слово, адхака. Я пытаюсь забыть про это, отринуть от себя, загнать в дальний угол подсознания. И мне подсознание потом мстит. Это вот все загнанное, загнанные все грехи, которые я стараюсь забыть, они потом протиснутся через какую-нибудь дырку, не знаю где, и выйдут на поверхность. Я не буду понимать, но у меня нет возможности избавиться от этих гадостей, которые либо так, либо так. Но когда я это делаю целенаправленно, осознанно, когда я делаю чуву, то я связываю эти все отрицательные проявления и с чувой, и с грехами. Я понимаю, что это откуда-то и почему это, и это ограничено проблемой. А когда я не делаю чуву, это никуда не девается. Это тоже будет у меня пролазить, но так это не проработано, так как это не пройдено через чуву. Но я не делаю осознанно чуву, это просто грехи, они у меня, так сказать, они со мной сделали симбиоз, они живут у меня в душе. Грех – это суть печали. Он потихонечку свой яд освобождает. А когда это проходит через чуву, я да, я обжигаюсь этим рядом, я выбрасываю этот грех, я его убиваю. По крайней мере, есть большая-большая польза от этих отрицательных эмоций. В чуве это правильно, это ограничено по времени, и этот огонь, как гиены огненные, здесь сейчас, в этом мире, он очень полезный. И, как я сказал, избежать его нет возможности, потому что если это я не сделаю через чуву, это никуда не уйдет, этот яд будет выделяться все равно. Тем самым она очищается от примесей и сможет после того, как пройдет потрясение, вернуться к своей нерушимости, восстановить свою защищенность и уважение к себе. С помощью души, чувы, душа возвращается к собственной ценности и изымает из себя эти грехи, которые печаль. И пройдя одноразово через этот вот анг, мучительное огонь раскаяния, стыда, страха, она возвращается к себе и может быть потом радостная, довольная, умиротворенная. А если нет, то грехи, они есть суть печали. Жаль. Жаль. Я так понимаю наш отрывок, это важный отрывок и как бы здесь вот, не знаю, я считаю, что вот именно таким вот отрицательное движение души, мы понимаем, что это положительно, когда это происходит, что называется, под руководством сознания. Как вы думаете, ваше мнение? Если можно, да, добрый вечер. Я бы вначале вопрос задал, вот вы вначале разграничили то, что есть, как это вы сказали, печаль греха и печаль души. Как по мне, сам по себе грех разве это печаль, ну, разве, разве, не понятно немножко, что, что значит печаль греха. Если человек грешит, значит ему нравится это. Какая же там печаль? Ну, нравится ему. Разница? Да. Разница здесь как бы, человек и душа, сознание и подсознание. Снаружи, внешнее проявление, человек этого хочет, он радуется. А внутренняя суть, по-нашему, это влияние настоящее, но не внешнее, а внутреннее, подсознание, это печаль. Но если человек печалится по поводу... Ты сделал гадость, ты понимаешь, что это гадость, но ты сейчас выигрываешь на месте такой-другой выигрыш и так далее. И ты решил это сделать, или ты сорвался это сделал, не важно. Внести ты заработал, может быть, какую-то плюшку, а внутренне ты заработал печаль. И эта печаль внутренняя тебя будет грызть. По-простому, совесть. По-простому, да, вот, совесть она немножко более внешняя. Здесь, мне кажется, чуть более внутренняя, но ты сделал какую-то гадость. И совесть начинает тебя сейчас грызть и может загрызть потом совсем. Секундочку, нахама, потому что, мне кажется, гадость еще не закончилась. Да, вот вы говорите о том, что когда человек согрешит и начинает его потом что-то ковырять, да, начинает совесть мучить, так это уже получается чува, если что-то его начинает ковырять. А сам грех по себе разве имеет влияние? Это не чува, это еще не чува, это предыдущий шлав, который может привести к чуве, может не привести к чуве, но это отрицательное ощущение. Так как грех, это как грязь, да, человек, не знаю, у него заноза в палец зашла, вроде сперва ничего. Но там садит чужеродное тело, начинает гнить потихонечку. Он сперва ничего не чувствует. А потом опс и нарыв. Душа сложная, поэтому нарыв может быть в пятки, а за нога в палец. Так вот и получается последний отрывок, который прочитали, он дает ответ на то, на что вы не могли найти ответ в первом, вернее вот в девятом отрывке, в девятом обзоре. Там, где идет речь о том, что человек, как это здесь написано, о том, что вот человек, внешняя ситуация ненадежна. Это получается тогда вот в идеале человек, когда находится в идеальном состоянии, это человек радостный, успешный, уверенный в себе, не позволяющий там вытирать от себя ноги, да, вот такой успешный человек. Если человек начинает чувствовать, что что-то в нем не так, он начинает поддавать сомнению свою успешность, да, он начинает себя критиковать изнутри. Получается тогда, когда человек себя критикует, он в себе не уверен, и эта неуверенность у него выбивает почву из-под ног. И тогда он, это как вот заповедь, да, возлюбить себя, как… Я не уверен, что это неуверенность, это боль. Я это читаю как боль. Мне как неуверенность. Это боль, это неприятное ощущение, это грусть. И причем человеку непонятно вообще, откуда она пришла. Как сказать, вот если человек, например, чувствует, что что-то он сделал не так, и у него это вызывает грусть, это значит, он задает первый вопрос. Значит, я был неправ. И вот если ты неправ, ты начинаешь себя в чем-то уже недолюбливать. Не любить себя за то, что ты сделал что-то не так. Правильно, разделим это, разделим это, разделим это. И начинает совесть меня тыркать. Я могу сказать, о, совесть, ты права. Давай-ка подумаем, что сделал не так и исправим. А я могу сказать противоположное. Ты говоришь глупости. Смотри, длинный список, что все я сделал правильно. И я могу попытаться загнать эту боль и эту совесть в пятку души. Леатхик сказать, знаешь что, не делай мне мозги, иди отсюда. И это тоже человек может сделать. Да, совесть у него проснулась, начало его тыкать. И мне кажется, рад говорить про это. Человек, если он не делает чего осознанно, эту совесть, эту боль, эту печаль, он загоняет вглубь души, но она не умирает. Она оттуда начинает его пробивать подсознательно. И потом это вылазит ему боком, теми же самыми очень нехорошими ощущениями. В общем, они понимают, откуда это взялось. У меня депрессия ни с того, ни с сего, все у меня есть. Вот никак вообще с грехом не связаны. Ну, у него же привычка. Грех, совесть начинает ему говорить, ты не прав. Он тут от него отмахивается, говорит, ты глупости говоришь, я везде прав. Вот смотри, почему, потому и поэтому. И вообще сиди тихо и не делай милость. Ну, видимо, если это касается праведника, то праведника отгонять не будет. Если эта мысль его посещает, это означает, что она еще не решена эта проблема. А если это нет? Ты не говоришь, что праведник. Это нормально любой человек. У него есть две дороги. Либо отогнать, и тогда грех – это печаль. Либо прожить через себя, сделать шуву, и тогда он возвращается к ценности души. Я прошу прощения у Нехама, она хотела сказать, но вот у меня прям ассоциация со Сдомом и Хаморой, когда, если человек отгоняет или начинает оправдывать грехи всем, что вот так правильно, несмотря на то, что кто-то думает иначе, то это накладывает ответственность и вплоть до уничтожения. Понятно, что накладывает ответственность. Но мы же все люди и человеческая душа действуют. Я хотел сказать только о том, что в уничтоженных городах люди дошли до того, что ничего их не беспокоило. Они были счастливы себе вполне. Вполне. Нехама, я прошу прощения. Если можно, да? Я хотела просто немножко добавить к тому, что я совсем согласна. Меня слышно вообще? Слышно, слышно. Хорошо слышно. Да, я хотела добавить немножко, что происходит с человеком, который вот так вот отталкивает какие-то намеки совести или который грешит, но уверяет себя, что с ним все в порядке. То есть если он мучается совести, ищет, ищет как исправить, то это уже в процессе живы. А если он этим не мучается, то он вынужден жить, обманывая себя постоянно. То есть он живет в мире, где он все время себе врет постоянно. То есть его душа уже в принципе искривлена, он видит мир в неправильном свете вообще. То есть все, что с ним происходит, происходит некое-то отупление, ограничение его души и его функционирования. И вот это отупление постепенно, оно дает ощущение не полноты жизни, не депрессии, вот вы так говорите. То есть это не то, что он ощущает этот грех, нет. Но он просто настолько вот сам закрылся от понимания того, что с ним происходит и что он делает. То есть появление сознания и осознание. Да, и тут действительно, если оно причиняет боль, но человек совершенно не знает, или там печально, он не знает, почему ему так хреново вообще. Почему он не может радоваться, как все остальные люди нормальным вещам, там восходу, заходу, морю, листьям. Потому что он не видит их в правильном свете, потому что если истина открывается перед ним, то она очень больная. Если вот это море, оно правда, или свет, или Бог в этом, раскрывающийся в каждом слове, то ты, извини меня, сам-то кто он? И это он все время поэтому не может видеть и получать наслаждение правильное от мира и от Всевышнего. И в любом его диалоге со Всевышним на самом деле он закрыт совершенно. Он не может говорить с ним дугре, то есть искренне. Поэтому он говорит свою молитву как праведный человек, среди прочих. Но выражение лица у него, посмотрите на них, на этих людей, хмурое и злое. Он даже не понимает, что во время молитвы он выглядит ужасно. Я не хочу никого конкретно говорить, но вот посмотрите иногда в синагоге. Людей, которые молятся вот с таким хмурым и злым лицом, они не понимают, что они отказываются от контакта с Богом. У другого могут слезы течь из глаз, но лицо у него радостное. Вот это вот печаль того, что он действительно грешил, а теперь он раскрылся. Из-за вас у меня упала Симон. У меня сложился пазл именно в этом. Мы постоянно читаем, что когда он начинает продвижение, вот сейчас у нас было крыло вперед, первая реакция здоровья души – это боль. Потому что, как ты продвинулся и стал лучше, все собственные гадости стали более выделенными, более подчеркнутыми и тебе стали резко мешать. А здесь, как бы, получается наоборот. Человек, он стремится избавиться от этой боли, он ее отталкивает и загоняет, в общем-то, в подсознание и искривляет себе собственное восприятие, и она никуда не девается, эта боль. То есть от нее вообще убежать невозможно. Либо ты ее осознанно принимаешь, я хочу продвигаться вперед, и то, что боль, ну боль, ничего страшного. Будет боль, но зато мы продвинемся вперед, я смогу радоваться действительно, так сказать, цветочкам, листикам и всему остальному. Но вот это вот боязнь боли, и ты тогда, ты себя говоришь, окей, хорошо, не будет боль, не будем продвигаться вперед, будем убегать от света, от всего. От всего, да. Ты тебя с тыла догонят. Я хочу сказать, да, это аналогия. Когда тебе дали анестезию, ты боли не чувствуешь, но ты ничего хорошего не чувствуешь тоже. Да, как бы. Ну, мне кажется, что, мне кажется, что Раф как раз идет дальше, он и говорит, что даже тот человек, который закрывается и как бы не понимает, откуда это, но все равно чувствует этот дискомфорт, что и через это он может прийти к шуве, то есть, ну как бы у него ничего не закрывается. Ну, в смысле, это просто может быть дольше. Закрывается, но тем не менее… Он сам закрывает, но возможность все равно есть еще. Не-не-не, это… Да, абсолютно верно. И это предисловие мы должны говорить всегда, когда мы обсуждаем что-то подобное. Грех делает человека более грубым и менее чувствительным и к шуве, и к тому, что он сделал грех и вообще. А мало грехов – тем более. Но, в конце концов, основа, в которую мы верим, что неважно, куда человек докатился, в любой момент он все может бросить и начать подниматься. Это безусловно. Это основа веры наша, как бы. И здесь постоянно нужно подчеркивать, ни в коем случае не столкнуться. Да, грех влечет за собой грех. И мы сейчас будем долго и со разных сторон смотреть, как это работает. Это забивает каналы познания божественного света, души, всего, что хотите. Да. Но, тем не менее, со всеми забитыми каналами и так далее, всегда у человека есть милость Бога и всегда есть, в конце концов, какая-то прямая дорога. В любой момент он может сказать, стоп, Вася, ну-ка пойдем назад. Как это? Упали в самый низ, ниже некуда, полезли-ка вверх. Хватит. Поигрались и будут. Вот. Это, безусловно, очень важное замечание. Его всегда нужно иметь в виду, конечно. Можно вопрос? Да. Вот у меня вопрос сразу напрашивается. Шаблонная фраза. То, что говорят, вот, я пока молодой, поживу, а там уже, кажется, буду в старости, да, когда уже заняться нечем будет. Это, получается, то, что вы сказали. Или нет? Поживу, погуляю. Нет, нет, нет. Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. Именно поэтому, то есть, это, мы это уже обсуждали, это, ну, напрашивается само собой. Вообще. Вообще. Когда я говорю, что есть шува, это правда. То есть, как бы, если нет шувы, да, то какое у меня мироощущение? Ошибаться нельзя. Нельзя упасть, нельзя ошибиться. Ошибка – это смерть, все. А если я ошибся, то все, ты, как бы, уже принадлежишь, как бы, миру смерти, исправления тебе нет, до свидания, ты в отчаянии. То есть, до того ты в страхе, чтобы не упасть, не согрешить, просто вот ты в отчаянии. То есть, если шувы нет, то состояние человека, оно не хорошее теперь. Но, если шува есть, у нас есть другая крайность. А, есть шува. Так можно грешить. А потом и шуву. Раз. И все классно. Ну, и тогда, это понятно, да, то есть, мы не можем как-то внести в уравнение неизвестное функцию шувы. То есть, понятно, что у нее тут есть отрицательные свойства. Это ее отрицательные свойства. Человек будет говорить, а, так есть шува, так я сейчас могу, а, оторваться по полной программе, 120 лет. А полсекундочки до того, как отброшу копыта, я опс, шуву, заделываю, пока есть, чистосердечно, обещаю вам. И все будет чики-дрики, все будет классно. Это опасность. Шувы, безусловно. У нас есть такой мир с этой опасностью. И такой мир гораздо более темный, без шувы. С его опасностями. Боли не избежать. Опасности не избежать неважно, и потом направили налево. Теперь, что с этим делать? Приходят мудрецы и говорят, ты такую мантру хочешь себе запять? Нет проблем. Но тебе по дороге к чуве будет это самое. На два порядка ее сложнее сделать. Тот, кто говорит, я погрешу и вернусь к чуве, ему мешают, не мешают делать чувы. Ему чуву делать сложнее. Безусловно. Чува это не игрушка, да? Но такая опасность, как вы сказали, она безусловно есть. Но в своем понятии чувы кроется. В тот момент, когда я говорю человеку, у тебя есть возможность исправления. С сумасшедшим огромным позитивом, который это несет. Если у этого отрицательная сторона, то человек может впасть в это самое, в шайланут как-то сказать. Сказать, ааа, как это? Как человек на экзамен идет, да? Вот экзамен, приходи, готовься. Ааа, у меня есть вторая попытка и третья. Так я могу и не готовым прийти, да? То есть, с одной стороны, это тебе может отрицательное создать вот такое, ааа, как вы сказали. Но это же не экзамен, чувак. Да? То есть, мы, как вот сегодня тоже слушаем урок на обшарке по этому поводу. Есть тура-т-маше, тура-т-оргыш. То тура-маше, что не обязательно грешить. Есть. Человек не обязан грешить, он может идти прямо. Ааа, ты согрешил? Ничего страшного, есть дорога исправить. Но грешить это плохо. Так что с вами абсолютно согласен. Это действительно реальная опасность. Но это опасность, ее нельзя убрать. Это, в принципе, в понятии, чего есть внутри. Опасность? Ну, опасность, хорошо. У нас во многом есть опасность. Ничего страшного. Но, наверное, все-таки нужно разграничивать вот неосознанное действие, да? Которое приводит к греху. И осознанное, по которому человек вот его делает. Да ничего страшного. Типа, знаете, пока-пока... Это очень плохо. И на самом деле, какая же эта шува, если человек при этом не испытывает даже раскаяния или вот этого страдания, страдания от этого греха. Потому что он осознанно идет на этот грех. Он осознанно идет на этот грех. Он делает шуву. Более того, он делает два греха. Один грех, что он его делает. Второй грех, что он думает, что как бы у него есть интульгенция. Это шува нет интульгенция. Теперь. Он, если даже этот человек. Теперь. И ему на небе. На него завели дело. И на него сейчас смотрят. Ага, ты хочешь делать шуву? Мы тебе подножку сейчас поставим. Ну, я утрирую немножко. Подножку не ставим, но... Такому человеку сложнее сделать шуву. Но. Даже такой человек. Если он пришел сделать шуву. По-честному. Пожалуйста. Тебе сложнее? Понятно, что тебе сложнее. Но даже такая... Помните, ему учили про шува Миноше и про праведника, который делает шуву и так далее. Это более сложная шува. Она тоже принимается, если она по-честному. Но когда человек говорит сам себе, я сейчас согрешу, а потом сделаю шуву. Понятно, что в этот момент он не делает шуву. Он делает два греха. Само это то, что он говорит сам себе, я согрешу и сделаю шуву. Это более-больше грех видимо, чем грех сам по себе. Потому что это профанация от шувы. Шува – это великий дар, который мы, как евреи, принесли человечеству. И люди с трудом в него верят. Само понятие от шувы, люди с трудом верят, что вообще возможно реальное исправление. Очень сложно поверить. А такой человек, он усиливает в душе вот это вот неверие в шуву. Принципиально не только у себя, у людей, у других. Это не грех. Это корень греха. Не просто так на него набросились мудрецы и тебе будет сложнее сделать шуву. Потому что он само понятие от шувы унижает как бы. Это очень плохо. Поэтому люди скажут, а нет шувы, как это может быть такая ценность? Это не работает все. И это, вот это самая большая опасность. И это поведение. Поэтому очень предусудительно. И его грех в том, что он говорит, я согрешу и сделаю шуву. Но в этом он больше, чем сам грех. Это безусловно. И вот в этих словах, вернуться к своей нерушимости, восстановить свою защищенность и уважение к себе. Вот такое состояние, оно возможно только тогда, когда человек проработал свою проблему. Конечно. Написано, что сделал шуву. Это грусть шувы. Он сделал шуву. И все отрицательные его ощущения, это прошло через шуву. Они просто так неосознанно, чисто от греха. И тогда, конечно. И тогда эти отрицательные ощущения, они становятся временные, а не постоянные. Ты прошел ограниченное время через шуву, через эти отрицательные ощущения. И очистил душу. Все. Источника грусти нет. Потому что ты не стараешься от него его загнать в угол. Ты его проработал. Ты выплатил долг. Получается, что в словах «восстановить свою защищенность и уважение к себе» кроется решение того, что на самом деле до этого человек не уважал себя. Он себя не уважал. То есть шува, она унижает человека в собственных глазах. Потому что иначе уважение не возвращалось бы. Грех унижает человека в собственных глазах. А шува, принижая человека вначале, возвращает ему собственное уважение. Грех забирает у человека. Нет шува. Уважение к себе. Шува принижает или, вернее, как сказать, после тшувы человек восстанавливает уважение. Не во время тшувы. А во время тшува, получается, как раз наоборот принижает человека. Ну согрешает человек, ну согрешает, ну рады. А вот только тшува принижает его для того, чтобы потом после этого, я так понимаю, восстановить в себе уважение. Это правильно, это правильно. Это правильно то, что вы говорите. Но в нашем отрывке, как я понимаю, шува ему возвращает, да, после себя, после того, как она закончилась, уважение к себе. Но отбирает уважение к себе грех. Не сама шува. Шува, да, вначале она принижает человека. Но не в том, что она отбирает у него уважение к себе. А в том, что человек начинает испытывать отрицательные эмоции. Напрямую, осознанно. Раскаяние от греха. То, что он понимает, какой он там плохой, нехороший. И так далее. То, что у него становится меньше сил. И духовных, и материальных. В этом она его принижает. Мне кажется, не в том, что она отнимает у него уважение к себе. Грех отнимает. Человек, который раз, другой, третий. А я грешник. Человек, который так на себя смотрит, это противоположность для человека, который себя уважает. Я бы сказал, что есть даже люди, которые говорят, эй, я грешник. Наоборот, странно. А внутри это снаружи. Нет, нет, нет. Это все снаружи, это верно. А внутри? Мы говорим про, как человек себя чувствует даже неосознанно. Это свербеж. Он может быть очень глубоко внутри. В конце концов, он вылезет, как депрессия, как грусть и так далее. Но человек не поймет, откуда он взялся вообще. У меня все хорошо, я довольный. Делаю гадости. А что же делать? С волками жить, помолчи жить. С волками жить, помолчи быть. Как я могу иначе? Ну да, хожу по головам. Но как иначе пробиться? Ну что, то что хорошо, дом есть, квартира, деньги. И вот депрессия немножко. Ну что, мы антидепрессанты берем, и все хорошо опять. Спасибо. А я бы обратил внимание на вторую часть, но в принципе продолжая, то, что это возвращает защищенность. Потому что, на мой взгляд, что всегда останавливает людей вот от швы, это именно вот это вот, ну грубо говоря, вывернуть себя наизнанку, ты как бы теряешь вот эту защищенность, теряешь какую-то землю под ногами. И это очень многих останавливает, потому что это очень нелегко. Но если как бы знать, что эта защищенность вернется после этого, то как бы есть к чему стремиться, наверное. Да, отлично, конечно. Нехама, вы хотели что-то еще сказать? Ну, я не очень хотела. Я просто к тому, что он говорит, что... Вы говорили... Длинче к микрофону! Да, вы говорили о том, что... Вот... Иудаизм подарил миру вот такое понятие, как раскаяние, и оно очень амбивалентно, как бы. Действительно, есть в нем такая, что... что человек может легкомысленно к этому относиться, а не реально делать раскаяние. И люди, которые смотрят на него, как бы тоже не уверены, раскаялся он или нет. Вот они видели его в его грехах, или знают о его грехах. А он продолжает нормальный образ жизни, и все, он раскаялся или он не раскаялся? Жаль ли он раскаялся? Поэтому, видимо, мне... Вот я просто сейчас такая мысль была, что поэтому амбам требует от него кардинального изменения образа жизни, чтобы люди видели, что это уже не тот человек. То, что происходит внутри него, на самом деле же никто не знает. Может, он раскаялся, а может, и нет. Так сказать, продолжать себе жить и жить, да? Я не знаю, может, по-прежнему ворует, допустим. А может быть, не ворует, но решил, что лучше не воровать, чтобы не портить себе... Репутацию. Репутацию, да. А никакого раскаяния не произошло. Поэтому, вот, видимо, поэтому Рамбам требует внешних признаков чулы. Он поменял имя, место жительства, там, миллион других вещей. Чтобы это... Не с точки зрения внутренней, а с точки зрения того, чтобы не при... Чтобы не унижать понятие чулы в глазах людей. Чтобы люди реально видели, что она действительно совершилась. Ну, вот у меня такое. Это очень важно. Это очень важно. Да, вот мы сейчас разобрали, что действительно чува, она... Как-то она... Очень принципиальная, и она... Она такая... Она... Нежная такая. То есть, ее нужно постоянно поддерживать, чтобы веру людей в то, что это возможно, нужно поддерживать и наоборот. Тот, кто обрушивает веру людей в чулу, это... Это само по себе великий грех. Хорошо. Очень здорово. Значит, одиннадцатый абзац мы уже не успеем сегодня. Выучим его в следующий раз. С Божьей помощью. И тогда закончим сегодня. Сейчас закончился. Большое спасибо. Добрый вечер. Ну, извините, что я исчезаю, но у меня что-то выбивает. Иногда и потом трудно вернуться. Вы не сами... У меня тоже тут второй мой экран тоже исчез сегодня. Все нормально. Хорошо. Не, у меня просто... Я вылетаю из этого. Пока вернешься, минут десять проходит. И так все время. Я не знаю, от чего это... Это, наверное, от компьютера, я боюсь, зависит. Потому что я в разных местах... Что мне происходит. Ладно. Я просто извиняюсь. Прошу тебя. Всем большое спасибо. Спасибо. Всем, кто присутствовал и кто добавлял нам от себя. Здорово. Мы уже, значит, начнем с одиннадцатого абзаца нашей главы. Мы уже подходим к концу потихонечку. Очень здорово. Большое спасибо. Да, спасибо. До свидания. До свидания.